В Киевском районе Донецка вновь слышны разрывы снарядов, заключенные этой казармы подходят к окнам. В целях безопасности сегодняшнюю прогулку сократили, кто-то из военнопленных читает книгу, другие вспоминают о жизни до мобилизации в украинскую армию. Военнопленных содержат на казарменном положении в отапливаемых помещениях. Оборудованы нары в несколько уровней. У арестованных солдат и офицеров трехразовое питание в ежедневной прогулке. Этому солдату в Донецке сделали сложнейшую операцию. Ему, как и сослуживцам, плен, по сути, спас жизнь. А где тебе поставили? А параду в больнице поставили. Где? Здесь, в Донецке. А где ты получил ранение? В аэропорту. Во время взрыва 20 января. А как попал в плен? 21 числа командир принял решение, чтобы сохранить личный состав. Где у вас были 200 и 300 и плен? Не жалеешь? Подразделение 20 человек. Включай. А там 100 выслишь? Нет, не жалею. Пока командиры подразделения получали награды в Киеве, солдаты даже не знали, что находятся в окружении. Награду героя Украины Сергей Шептало получает из рук Порошенко сразу после того, как бросил свою 128-ю мукачевскую горно-пехотную бригаду умирать под обстрелами. Как он может получить герой Украины, когда он бросил своих ребят и убежал один из первых с окружения, боявшись попасть в плен. Оставил нас без связи, без еды, без БК. Такие люди навряд ли могут стать героем Украины. Сейчас мы будем обрабатывать легмонную стопу. Вот эта вся часть, вот эти вот три пальца. И вот тут скошенный перелом. Здесь вот эти три пальца расроблены. И вот как чувствуешь, нормально? Пальцы? Здесь же содержится легко раненый. В медчасти украинскими солдатами занимаются врачи. Тяжело раненых переводят на стационарное лечение в больнице. Александр, родом из Горловки, мобилизован в Киеве, в Прин попал под Дебальцево. Воевать не хотел, но пришлось. Получил осколочное ранение. Потому что, как бы, очень много странностей. Почему именно люди, которые жили здесь, так стали, опротивились другой части Украины? Или почему другая часть Украины опротивила Востоку? И во всем этом тоже виноваты политики, которые там разжигали этот огонь ненависти между людьми. Работал в какой сфере? Укртелеком экономист. Офисный план КТОН. А дети есть, да? Да, 12,7, Аня Вика. Почти всех, кто сейчас содержится здесь, ополченцы готовы обменивать на своих. С некоторыми украинскими солдатами, которых подозревают в совершении особо тяжких преступлений, работают республиканские следователи. Есть у нас некоторая категория военнопленных, которые совершили преступление. Именно. Есть свидетельские показания, есть потерпевшие. Собирается доказательная база, и мы передаем материалы в военную прокуратуру для дальнейшего расследования и принятия решений. Таких уже не обмениваете? Да, такие не обмениваются. Большинство военнопленных, это мобилизованные из самых разных регионов Украины, Херсон, Николаев, Одесса, Тернополь, Киев, Донбасс, приехали защищать целостность Украины. В то, что их подразделения обстреливали мирные города, они не верили до последнего. Что происходит в стране, многие до сих пор так и не осознали. Было желание воевать? Ну, коли я мобилизировал, то, наверное, не сильно. А вообще отношения к конфликту как-то поменялась? Анализы еще проходят. Это потом. В мемуарах напишем отношения. А командиры что говорили? То есть вы осознанно ехали сюда, то есть знали, что на территорию... Защищать Украину. Впрочем, некоторые офицеры начинают заметно нервничать, когда разговор заходит о вторжении украинских войск на Донбасс. Спрашивают у меня с Украины, спрашивают, что я пришел. Я что-то не пошел в Ростовскую область. Или в Челябинск. Да, Стас? 25-летний Евгений Чуднецов воевал в так называемом добровольческом отряде «Азов». Он демонстрирует татуировки на своем теле с символикой гитлеровской Германии и подробно рассказывает о жизни и структуре ультра-нациалистического отряда. В составе самого полка были иностранцы, были шведы, были, видел, французы были, были инструктора иностранные. Так вот, именно иностранцы, они пользовались иностранным вооружением. У них были винтовки иностранного образца, по-моему, ФН-2000, если я не ошибаюсь. У них были средства связи. Назначает ли это, что они применяли это вооружение в сторону ополченца? Ну, на этот вопрос логично, да, что винтовка, она не для того, чтобы цветы поливать. Естественно, если это винтовка, то она для того, чтобы убивать. Всего в плен за последние несколько дней сдались около 300 человек. Когда будет следующий обмен военнопленными, точно неизвестно. Арестованные украинские солдаты, которые содержатся в Донецке, надеются, что минские соглашения будут соблюдаться и в ближайшее время они смогут вернуться домой.